Плавь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Благодарю Давай беги Нагирев Тихо Че это такое? Че ты с ним сделаешь? Можем работать Давай Давай Готова? Да Три, два, раз, поехали Добрый день Мы находимся в самом старом университетском корпусе Многое помнят эти стены Здесь в 1915 году проводил свои лекции знаменитый профессор доктора естественных наук Шульц Сколько там вольт? Сто тысяч миллионов Симулянт я не включал еще Я боюсь тока, я не понимаю принцип его действия А я не понимаю, почему у нас за тобой бегают все женщины города Но они же почему-то бегают Как ты, кстати, их запоминаешь? У меня есть блокнотик специальный Куда я записываю всех своих девушек Правда, что ли? Ну, конечно, Толя, обожаю галочки ставить Мне тоже иногда приходится побегать Ну-ка, ну-ка, ну-ка И кто она? Террористка Даже вспоминать не хочу Как дела с сайтом знакомств? Кто-нибудь отреагировал? Ну, про террористку было бы интереснее Ты знаешь, Хай, я не понимаю женщин Ну, почему они все такие? Как и я Ну, вот почему им нужно все и сразу И чтобы и денег много получал И готовил, и убирался, и детей любил Чтобы у него кубики были Кстати, я тут в спортзал записался Посмотрю, у меня есть кубики уже? Есть, они... Они просто прячутся Ты вообще мне друг? Я был тебе другом, пока ты не начал пытать меня током Дурак, ты еще спасибо скажешь Когда очередную террористку свой блокнотик запишешь А женщины, они, кстати, все одинаковые Они все террористки и по части мозг взорвать Толя, если они все одинаковые Бери уже любую и женись на ней Значит, родину не выбирают Родителей не выбирать Я хотя бы жену могу сам выбрать Да, спасибо Саша Ну все, закончил Молодец Что, ничего я в полиции не заявил? Да нет, вроде Кстати, нормальную музыку делал? Да, только очень громко Ну, положа руку на сердце Ты тоже не самая тихая и знакомая у меня женщина Надо же У тебя еще и знакомая женщина, кроме меня Кто бы мог подумать? Представь себе, если Саша Да Твой репортаж заменили Это еще почему? Северокорейский спутник накрылся Новая тема дня Да ладно Не первый и не последний раз Кто-нибудь знает, когда у меня закончится Это полоса препятствий Ну, значит, я на сегодня закончила Пока 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 Да, я слушаю Я на месте Несите кольцо Вам придется немного подождать Я занята Я перезвоню, когда освобожусь И сколько же мне вас ждать? Я же сказала, как освобожусь, перезвоню Что непонятного? Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Так Готова ли моя обувь? А, да, да Давно Вы такая прелестная девушка Почему ваша обувь в таком ужасном состоянии? Вы частный детектив? Нет, просто много хожу Да, ну жаль, что не частный детектив А что, что-то случилось? Ай У нас в районе орудуют воры Не успеешь глазом моргнуть и Прощай, дневная выручка А камеры наблюдения нету? Ее только вчера установили Сожалею Держите Ой, спасибо, это много Подождите, сдачу Сдачу не надо Спасибо, носите на здоровье И аккуратнее Хорошо, до свидания До свидания Стой! Диктофон, кольцо, гонорар, стой! Стой, стой, я сказала Стой, стой, это моя машина Это моя машина Что ж такое? Так, знак повещали Спасибо Ну, наконец-то Я из-за вас уже везде опоздала Давайте кольцо, и я пошла Нет у меня никакого кольца Предадите Паше, что его украли Что ты врешь Привет Стой! Ваш пропуск, пожалуйста Дайте пройти, мне очень нужно К кому? Да к ней, к Снегиревой Это к вам? Нет Ты еще об этом пожалеешь Алло, Паш? Снегирева Поздравляю Тебя переводят в экспериментальную группу планирования Здорово Такой карьерный взлет Твоя работа? Да брось Думаю, Рубин наконец по достоинству оценил все твои таланты Ты попадешь в ад Да лучше уж в ад, чем в экспериментальную группу планирования В аду, по крайней мере, не так скучно Да, конечно Сделаем, как и договорились Да, да Федор Николаевич, это еще что за новости? Снегирева, Снегирева Объективная реальность такова, Саша Что у тебя проблемы с работой в поле Репортаж о пожаре в отеле ты сорвала? Твою лирическую зарисовку об университете Тоже пришлось снять с эфира Генеральный твоих репортажей уже видеть не может Так что пересидишь пока в группе планирования Да, кстати, можешь меня не благодарить Твоя зарплата останется прежней Федор Николаевич, мы же с вами прекрасно понимаем Для чего создаются эти экспериментальные группы планирования Люди там работают месяц-два А потом их отправляют полем или лесом Да, если бы я хотел избавиться от тебя Я бы тебя просто уволил Как? Вот у меня ручка А вот бумага Беру и пишу приказ об увольнении Я имею в виду, за что? Ну, ты же понимаешь Был бы сотрудник А повод для его увольнения всегда найдется Федор Николаевич Давайте по порядку Снегирева Ну, скажи Ну, чего ты от меня хочешь? Я вам уже говорила Я хочу работать в отделе экономических преступлений Да? Да! Нет проблем Найди инвесторов Купи кнопку Открой свой телеканал И делай, что хочешь Все, давай иди У меня Бо! Работай! Уютно 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 Итого Еще один на редкость удачный день Инга, скажи мне Эта черная дыра в моей жизни Когда-нибудь закончится Саша, остановись Выдохни Вдох Выдох А теперь папу Машину мы твою завтра заберем Заплатишь небольшой штраф Все, вопрос закрыт Кольцо Ты мое мнение знаешь Я считаю, что ты не должна его отдавать И что касается твоей работы Может быть оно к лучшему, Саш Но отдохнешь немного Но я правда не знаю, что значит Экспериментальная группа планирования Но что-то мне подсказывает Что за погорельцами ты бегать не будешь Нет, не буду Конечно, не буду Я буду чертить графики И прикладывать бумажки с места на место Очень увлекательно, а главное перспективно Саш, все! Все Я слушаю Привет Это я Узнала? Леша? А почему ты мне звонишь? Что-то случилось? Я у твоего подъезда Можешь спуститься? Надо срочно поговорить Что? Леша Внизу у моего подъезда Чем обязана? Я отправлял приглашение на свадьбу тебе на мейл Я получила Придешь? Я не понимаю, зачем тебе это? Я много прошу, да? Ну, вообще-то да Послушай, мы не чужие люди Мы жили вместе много лет Ты правда считаешь, что это повод Чтобы пригласить меня на свою свадьбу? Мне кажется, что наоборот Ну, люди расходятся Такое бывает Но у нормальных людей Потом остаются нормальные отношения Это правильно Да, это правильно Не отвечать на звонки и письма два года А потом просто позвать меня на свою свадьбу Ты уехала через месяц После того, как я сделал тебе предложение И сейчас я понимаю, что поступила мудро И сейчас я понимаю, что поступила мудро Спасибо Толя, сынок, здравствуй Здравствуйте Мама, ну зачем ты пришла? Папа звонил, говорил, что плохо себя чувствуешь Я тебе супчик принесла Еще тепленький Поешь, тебе надо правильно питаться Мам, я хорошо питаюсь Не спой со мной Я лучше знаю, что тебе нужно Да, кстати Тебе папа ничего не говорил? Что опять случилось? В выходные Ты должен к нам приехать Твоя сестра надумала делать ремонт И просит, чтобы ты ей помог Мам, а я здесь при чем? У него вообще-то муж есть Почему я должен решать их проблемы с ремонтом? У меня могут быть вообще какие-то свои собственные дела Нет Когда речь идет о семье Никаких своих дел быть не может В общем, мы ждем тебя в выходные Хорошо? А супчик поешь Пока теплый Давай, пока Спасибо Подожди, Инга, что ты мне такое заказала? Это же больше, чем полутора тысяч калорий Ты с Пашей рассталась? Ходить больше не для кого Так что давай, ешь, наслаждайся И то верно Я уже забыла, как это вкусно поесть Ева, ты говорила, у тебя проблемы с жильем? Я до этого снимала квартиру тети Павлика Но Ну что? Теперь она тебя выселяет? Не выселяет Я сама решила съехать Ну надо же, как ты быстро принимаешь решение Ну хорошо, это Павлик позвонил мне И сказал, что ему нужно поселить туда другого человека Я даже знаю, кого Марину, которую он отправлял ко мне Чтобы она забрала кольцо Но ты ее помнишь Не думай об этом, пожалуйста То есть мне придется выйти замуж за мужчину Жилплощадью Да, и желательно в ближайшие три дня Нет, три дня это мало Но к концу года обязательно Я поставила себе цель И кто он? Ну вообще пока нет Именно вот так И остаются старыми девами Ну почему же? Может быть он сейчас вот стоит Где-нибудь там в пробке Думает Да, да, да Он стоит в пробке и думает Все ли я купила из того списка Что мне написала жена Нет Не все Ну почему? Почему он обязательно женат? Потому что не женатые гетеросексуальные мужчины Либо живут с мамой Либо психи, либо и то, и другое Вот Хорошо Может он разведен? Это еще хуже А если он порядочный и разведен Ну знаешь Один случай на миллион Да Ну выиграть в лотерею это сложно Но кто-то же выигрывает, правильно? Вот сейчас ты рассуждаешь как провинциальная девушка А я и есть провинциальная девушка Я из золотых ключей У меня мама и две сестры-близняшки на шее Я пашу как проклятая просто Я вообще не понимаю, что со мной не так В общем Выход есть Пока не найдешь квартиру Можешь пожить у меня Не надо меня благодарить И вообще я опаздываю А то что у тебя в пакете вообще бесценно Я что-то устал сегодня, день тяжелый Хочу немного расслабиться Я тремя руками за Толя, что это? Витаминный коктейль Класс А пива там нет? Нет, там еще есть бутылка Я слышал звон Есть Еще одна Толя, ты никогда не женишься Почему? Слушай, ты зануда Дурачок Витаминный коктейль Устраняет синдром хронической усталости Избавляет от гипоксии И способствует ускорению метаболизма клетки А пиво Вызывает некроз сердечной мышцы Вот я об этом, да Ты зануда Поэтому никогда не женишься Я женюсь в этом году Да ладно Познакомишь меня с этой сумасшедшей? Нет Почему? Потому что я сам с ней еще не знаком Господи, Толя Ну я знаю Я чувствую Вот ты знаешь, что твоя любовь где-то рядом? Неа Я вообще думаю, что моя любовь не существует Да, мам Ну конечно, я же обещал Еще я не знаю Тебе мама Тебе Анто что-то с этим делает? Ты же взрослый мужик Слушай, ну это же Это же мама Это же ужас какой-то А если бы мы были внутри машины? Представляешь? О, Сашка подъехала Кошмар Да Просто кошмар Что случилось? На вас что, напали? Нет А что с твоей машиной? Это что такое? Когда ты уехала из ресторана, мы с Евой решили поехать ко мне домой Выпить по бокальчику вино Не успели мы подняться и открыть дверь, как сработала сигнализация в моей машине В общем, жесткий бизнес Так это что, твои конкуренты? Да нет, это мужик А он хочет купить землю, на которой я строю ресторан Не важно, почему я тебя вызвала Скажи, я могу взять твою машину Ну да, конечно Спасибо Я поеду с тобой Нет, 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 оставайтесь у меня Я сама справлюсь Скоро приеду Ты уверена? Конечно Саша, сумка Будь осторожна Спасибо, пока Нифига себе, как они ухайдохали Они что, сделаны из особо прочного материала, что ли? Не забывай себе голову, скажи Это ж надо Так вообще Так и знала, что найду тебя в этом гадюшнике Еще один наезд на меня, и ты сядешь Иди потанцуй, Рыбка О чем твой муж? Я о разбитых стеклах в моей машине Я сдохнет, тварь Расстроилась Предупреждаю, дальше будет еще интереснее Пока ты не уберешь свою червячную закусочку Но строительство твоего торгового центра незаконно Василевская, ты совсем уже нюх потерял? Постановление мэри? Ты как этого добилась стерва? Просто поговорила с мэром И у него изменились планы Сколько денег собирались отмыть? А сейчас я пойду в полицию Напишу заявление на тебя Ну и, как говорится, до встречи в суде Я бы ни за что одна не поехала на разборки О, это она как изменилась Надо признать, что время пошло ей на пользу Это она сейчас такая крутая Лучший консультант ресторанного бизнеса Раньше все было совсем по-другому Расскажешь? Ну что, пацаны, тотус Вист, пас Да ладно Любимая! А? Чего там жарко? Готово? Пять минут, дорогой Она ненавидела мыть посуду Поэтому, когда устроилась на работу На первую же зарплату Купила посудомоечную машину Мам, осторожно Ты ее сломаешь Так Моя машинка Валерик решил сделать подарок Своей любимой сестричке на новоселье А что? Ты не против? Мы завтра переезжаем Прикинь? Ой, только не надо делать такое лицо Ты хорошо зарабатываешь Купи себе еще Вот это наглость Она целыми днями вкалывала в офисе А семейка мужа Под его чутким руководством Постоянно обдирала ее Привет Привет Ну и где ты была? Как? Где? Валера на работе Ты что? Я звонил Тебя там не было Так мне поручили Отнести документы в налоговую Валеру Уже поздно Мне хочется спать Пожалуйста Мне рано вставать Ну С кем же ты мне рога наставлял? Валер, ты о чем говоришь? Валер, ты мне единственный Валерочка Ну ты что, дорогой мой Ты единственный Он безумно ревновал Без всякого повода После того, как он ее избил Инга наконец подала на развод Позже выяснилось Что у муженька уже давно была любовница Вот такая вот история Да Да Никогда бы не подумала Что она такое все пережила Ну сейчас по ней этого и не скажешь Так чего так долго терпела на этого придурка? Десять лет Дело в том, что Инга выросла в детдоме Да ладно Когда ей было три года, ее мать просто привела, оставила у двери и ушла Она это все помнит Ужас какой С тех пор она очень хотела семью Настоящую С детьми Вышла замуж по безумной любви Когда уже стало очевидно Кем на самом деле является этот Валера Она еще размышляла Долго размышляла Расходиться с ним или нет Да Я была не права Она не рисковая Она очень сильная и смелая Ну смелость это всего лишь следствие Спасибо Главное понять Что ни один мужик на свете не стоит того Чтобы тратить на него свою единственную драгоценную жизнь Я замуж вышла, когда мне было двадцать один А развелась в тридцать И мне было очень страшно Ну потому что все вокруг говорили Что тридцать лет для женщин это старость Это полная чушь Такая крутая Ты начала с нуля И добилась таких успехов Ну было непросто Но ничего невозможного нет Как все прошло? Да Как все прошло? Ну этот тип был не в курсе Что я побеседовала с мэром И мэр запретил его строительство Ты просто побеседовала с мэром И все Не совсем так Для начала я помогла его родственникам с меню в ресторане Ну остальное было дело техники Чаё хотите? Ой, простите, дед Я упас Я хочу спать И отправлюсь домой Ты со мной? А если Инга не заражает, осталось бы Еще бы болтала Ну как же не оставайся? Ну не знаю Ну ладно, не засиживайтесь Тут до утра Если что, она меня выгонит Все, целую вас Пока Абельсину хочешь? Угу Опа Это еще что за караван-сарай? Да нас тоже сослали в отдел планирования Та-дам Мы снова вместе, Александра Ну я даже не знаю, что сказать А я благодарна Федору Николаевичу Научусь чему-то новому А то каждый день одно и то же Нет, вы слышали? Она благодарна этому упырю Который из нас всю кровь высосла А здравствуйте, Федор Николаевич Здравствуйте, здравствуйте А я ноутбук забыла Саша Да У тебя все в порядке? У меня? Ну относительно да Ну-ка, отойдем Ты украла кольцо с бриллиантом? Что, простите? Мне звонил какой-то мужчина Он утверждает, что это именно так Мне нет дела до твоей личной жизни, Снегирева Но ты наша сотрудница И я не могу ставить под удар репутацию канала Федор Николаевич Саша На Медни Мы говорили о том, что у меня есть ручка, бумага Я отлично умею писать приказы об обладании Помнишь? Да, я помню Вот и умница История какая-то очень дурно пахнущая Разберись с ней, пожалуйста И не тяни Я разберусь Можете в этом не сомневаться Миш, мне кранты, если оно не найдется Помоги, пожалуйста Саша, мы работаем Да знаю я, как вы работаете Извини Пожалуйста, посмотри видео с камер наблюдения Это очень дорогое кольцо Ну, сам увидишь, ничего не понятно Ну, да А там, где стояла его машина, камер точно не было? Ну, точно Вот объясни, как ты могла не запомнить номер машины, если почти села в нее? Миш, я была в состоянии аффекта Фоторубан хотя бы сможем составить? Ну, да, давай попробуем Так А дела у тебя идут отлично Как я погляжу Раз тебе дарят такие подарки Олигарха подцепила? Головной боль я себе подцепила Давай составим фоторобот Врать тебе не буду Прогноз плохой Не найдем мы его Разве что чудо Спасибо тебе Город влюбленный Город влюбленный Город влюбленный Саша, пожалуйста Я не могу пропустить конференцию Но если мой курс завалит ГОС и меня попрут Умоляю, подмени меня на лекциях Маша, попроси кого-нибудь другого Ну, у тебя же есть время Я тоже хочу на конференцию Я занималась этим Кучу лет Я в теме Эй, ты чего? Я чего? Маш, меня перевели в экспериментальный отдел Где я тупо перекладываю бумажки Мои репортажи снимают с эфира Прайм тайм для меня За семью замками Пальчевский уже не стесняясь Ржет надо мной на весь канал Сашенька Если ты не заметила Меня тоже перевели в экспериментальный отдел И мне это не очень нравится Прости На самом деле я Очень рада, что именно ты поедешь на конференцию А не тоже Пальчевский Просто я бы тоже не отказалась Все-таки я в Штатах проучилась два года И чувствую себя там как дома Знаешь что? Ходят слухи, что после Америки Меня переведут в отдел экономических преступлений Ты вроде бы тоже хотела туда перейти Могли бы вместе работать А потом говоришь, что тебе надо подменить Добрый день Меня зовут Александра Петровна На ближайшие три недели я буду заменять Вашего преподавателя Просто люблю тишину Не нарушайте ее, иначе буду расстреливать Итак, давайте устроим перекличку Алексеева Есть Гавриленко Здесь Мамедова Я воль май фюрер А еще я ненавижу повторять два раза Я очень рада, что у нас стопроцентная явка И я имею возможность познакомиться со всеми Молодой человек, мы вам не мешаем? Простите, что? Вы не ошиблись с дверью? Нет, я шел на семинар Да, но здесь семинар у студентов факультета журналистики Значит, я пришел туда, куда надо Простите за опоздание Ваша фамилия? Нечаев Но у вас нет в списке Потому что я вольнослушатель, поэтому нет в списке Можно сесть Садитесь, и впредь не опознать Конечно, спасибо Итак Тема нашего сегодняшнего семинара Репортаж, как жанр журналистики Вы хотите выйти? Нет, я готов отвечать Это прекрасно Но сначала я хочу выслушать тех, кто пришел вовремя А, извините, пожалуйста Ну что, кто первый? Почему я не вижу желающих? Смелее Давайте все-таки я начну Ну, давайте С места можно? Нет, к доске Конечно Всем привет Еще раз простите за опоздание Репортаж Я бы сделал репортаж О тридцатилетних незамужних женщинах большого города Сформулируйте четче, пожалуйста Четче, хорошо Чем они живут? Какую роль в их жизни занимают мужчины? Им уже все понятно с мужчинами? Или они еще во что-то верят? Они строят свою жизнь вокруг мужчины? Или мужчина занимает маленькое место Где-то на обочине их одинокой жизни? Очень интересно А по какому критерию вы бы отбирали интервьюируемых? Спасибо за этот вопрос Я много над ним думал По какому критерию? Я пришел к такому выводу К самому простому Я бы выбирал по глазам Я бы выходил на улицу Выцеплял каждую по глазам То есть вы хотите сказать Что вы по глазам можете определить Замужем женщины или нет? Конечно Вы экстрасенс Это смешно Они смеются Нет, я не экстрасенс Я психолог по первому образованию И тридцатилетняя незамужняя женщина большого города Для меня открытая книга Могу начинать? То есть вы предлагаете создать сеть? Да Ну а какие тогда варианты по оформлению? Что-нибудь ненавязчивое Светлые стены Посуда с забавным логотипом Разноцветные салфетки Ну как-то так Вот как вариант еще Ну может быть Надо подумать Мне конечно нравится мой ресторан Я его сама создала Статусный, солидный Ну если честно хочется Чего-то легкого, халлиганского Для студентов Я поняла Может быть вот Привет Леша, познакомься Это Инга Ресторатор и консультант ресторанного бизнеса Вот с ней как раз концепцию нового кафе обсуждаем Инга, это Леша Пилот первого класса И по совместительству Мой жених Мы знакомы Если у вас еще остались ко мне вопросы То звонок через две минуты Продолжим в аудитории У меня к вам вопрос личного характера Валяйте Я долго буду ждать В смысле? Вы собираетесь извиниться? Или вежливость не входит в набор профессиональных качеств журналистов? Вы об этом Подержите Этого будет достаточно За перерезанный шнур? Я просто пытаюсь понять Вы раскаиваетесь в содеянном Или нет? Я думаю Вам надо было идти в больнослушательный юридический Вы изъясняетесь как прокурор Держите Не надо, спасибо Александра Петровна Да Вижу, вы уже познакомились С Максимом Нечаевым Имела честь Рад, что вы нашли общий язык Человек Разнообразных дарований Кандидат психологических наук Известный музыкант И вообще незаурядная личность Да, я успела это заметить А сейчас опаздываю на пару, извините Ольга, слушатель Нечаев Он что, теперь везде? А мы так только враги Друга, друга отдельно Под этим небом бездонным Спасибо тебе Город влюбленный Город влюбленный Город влюбленный Город влюбленный Город влюбленный Спасибо тебе Город влюбленный Город влюбленный Город влюбленный Сань, ну что ты продукты переводишь? Ты знаешь, что в огурцах только одна вода И почти нет витаминов Угу Зато мне вкусно И вообще Я после пробежки такая голодная О Сейчас еще бутерброд с салями заточу Хочешь? Нет Я не ем салями Ну и зря И вообще меня удивляет Ты по-моему единственная девушка Которую я знаю Которую после занятий спортом Поправляется Угу Ой Какая колбаска Не слышу, не слышу, не слышу, не слышу, не слышу Не слышу Алло, привет Сашка, если ты стоишь, то лучше сядь Сейчас, погоди, сяду Давай, мочи В общем, твой Леша Женится на Зое, дочке мэра А, ты мне рассказывала Это та, которой ты помогала С рестораном, верно? Ну, отлично Пусть женится На здоровье А Ну, я рада, что ты реагируешь Как журналист А не как брошенная женщина Которую ее бывшая пригласила На свою собственную свадьбу Ну, лично я до сих пор отхожу От этой новости Инга Ты знаешь Мне сейчас надо бежать Давай я тебе Вот, потом призвоню Что-то я там не поняла Кто женится на дочери мэра Леша Нифига себе Черт, я не знала, что она кажется таким мелким Ева Ты знаешь, а я пойду на эту свадьбу Хочу посмотреть, как Мужчина, который когда-то был для меня идеалом Женится на статусе и деньгах Доброе утро, Александра Петровна Доброе утро У меня есть еще одна отличная тема Для репортажа, послушайте Что на этот раз? Неженатые жители большого города, играющие по прок? Не совсем Сразу предупреждаю Если вы снова собрались со мной Делиться фантазиями на тему психологии Можете даже не начинать Торговля краденными вещами Интересно? Ну, допустим, это интереснее, чем незамужние женщины за 30 Есть один продавец, который утверждает, что у него большая фотостудия И он часто меняет технику Я пообщался с ним пару минут И понял, что он вообще не разбирается в фотоаппаратах Мне показалось, что подозрительным Мои друзья пробили его по IP-адресу И выяснилось, что он дает кучу объявлений О продаже техники, фотоаппаратов, одежды и драгоценностей Я уверен, он только верхушка айсберга А вы можете организовать с ним встречу? Я уже организовал Сказал, что хочу хороший ноутбук Отлично Я поеду с вами На перемене договорим Макс, стой! Слушай, друг, раз уж мы с тобой вместе учимся Можешь мне поставить автограф? Давай Держи Вчера мне показалось, что ты должна об этом знать Ну, ты же на меня не сердишься За что? Я тебе благодарна, что ты мне сказала Я вообще не понимаю, зачем ты дойдешь Ты потом месяц будешь в себя приходить, Саш Как раз наоборот Только я увижу, как он здесь колтарю эту курицу Сразу выброшу его из головы Ну что? Цвет неплохой, но материал не очень Да все не очень, все не очень! Кстати, как твои лекции? Расскажи мне О, лекции! Это оказалось гораздо интереснее, чем я думала Да? Угу Скучно-скучно Подожди Инга, я нашла! Ты шутишь? Нет Он всегда говорил, что мне идет розовый, а я его просто ненавижу Пойду померю? Я, честно говоря, не понимаю, зачем ты так суетишься Ну, ты уйдешь к человеку, который тебя бросил, Саш Ну, темно, поэтому я и хочу хорошо подготовиться Спасибо тебе, город влюбленных Город влюбленных Город влюбленных Спасибо тебе, город влюбленных Город влюбленных Город влюбленных